Трагедия в Йейске унесла жизни 14 человек, из них трое детей. Цифры могут меняться. Россия скорбит и соболезнует тем, кого коснулась эта катастрофа. Крушение Су-34 произошло в период проведения специальной военной операции на Украине. В связи с чем не обошлось и без информационной атаки с украинской стороны. Фейки и домыслы. Считаем необходимым объяснить, что же на самом деле произошло. Видеокомментарии от местных жителей с полыхающим многоквартирным домом появились почти сразу. Там дома нет. Дома нет. Прям подъезд весь снесло. 17 октября сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 взлетел с военного аэродрома Южного военного округа и почти сразу загорелся в воздухе. На кадрах отчетливо виден полет. Яркая вспышка, буквально считанные секунды и падение. Пилоты катапультировались в последний момент. Я видела парашюты. Может, это самолет наш упал? Может быть. Потому что я видела парашюты. Судя по видео, экипаж до последнего пытался дотащить бомбардировщик до моря. Им не хватило каких-то 10-15 секунд. Су-34 потерпел крушение менее чем в километре от берега. Некоторые комментаторы данной трагедии предположили, что самолет сбили. Это из-за вспышки на видео перед падением. Все это фейк. Двойная вспышка – это результат срабатывания катапультных кресел. Более того, появилось видео с одним из пилотов. Он четко говорит, что Су-34 не был сбит. Обратите внимание, специального обмундирования на летчике лишь спасательный пояс, а не специальный жилет, который полагается при боевом вылете. Также в интернете украинцы стали писать, что якобы Су-34 отправили на боевое задание в зону СВО. Якобы на борту находилось серьезное вооружение. После падения бомбардировщик. Очевидцы и правда говорили о несмолкающих несколько минут взрывах. Однако это звуки детонации снарядов бортовой пушки. Если бы на борту были авиабомбы, разрушения были бы масштабнее. Школа номер 7. Буквально в 150 метрах от места катастрофы. В момент ЧП в ней находились несколько сотен детей. Преподаватели оперативно всех вывели. Еще два здания с магазинами и 34-й детский сад во дворе дома находились в критической близости от места катастрофы. Не пострадали. Как отметили в МЧС России, целостность зданий сохранилась. Следователи назвали предварительную причину падения военного самолета. Это техническая неисправность воздушного судна. При крушении Су-34 огонь перекинулся на жилой дом. Загорелось три подъезда на всех девяти этажах. Многоэтажку отключили от коммуникации. Всех жителей загоревшегося дома, а также жильцов близлежащих домов срочно эвакуировали. За время поисково-спасательной операции спасли 68 человек. Я живу на девятом этаже. Сидела как раз лицом в лоджии. Я видела, как мимо моих глаз промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала уже грохот и взрывы. Уже деревья, пылыхали и все. Вот это вот я увидела. И тут же нам объявили, что так и так самолет, что всем спускаться и эвакуироваться. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил в Ейске трехдневный траур, который завершится 19 октября. Озвучены суммы материальной помощи родственникам погибших и пострадавших. Это от 100 тысяч до миллиона рублей. Девятиэтажка, возле которой вчера потерпел крушение бомбардировщик Су-34, выглядит удручающе. Специалисты оценивают масштаб разрушений. В границах пострадавшего дома по-прежнему действует режим ЧАЭС. Субтитры создавал DimaTorzok